Хоба! Привет! С вами Доктор Влад. У нас 12 градусов. А днём что будет? Сейчас посмотрим, что будет. Днём? Я была горем, потому что пока у нас всё равно ничего не ясно с президентом. Так что можно и поболтать. А днём будет 19, завтра будет 18, 18, в понедельник будет 21, во вторник 17. В дно в среду, да, в среду будет 9, ночью 0 и так далее. А пока у нас жарко, ребята, жарко, только ветер сильный. Ну, что у нас с Джоном Байденом и Дональдом Трампом, Джой Байден вернее. У Байдена 264 голоса, у Трампа 214. На этом всё застопорилось. Вчера, вчера Байден забрал Вискансин, Трамп рычал и ругался. И что ещё? Мичиган. Вот два штата, которые сначала были розовыми, а потом стали голубыми, и потом стали окончательно синими в пользу Джо Байдена. 264 голоса. Ему нужно ещё 6 голосов. Чтобы было 270, тогда он выиграет. Где взять эти 6 голосов? Смотрите, что у нас осталось. У нас осталось Пенсильвания, в которой сначала Трамп побеждал с большим преимуществом, а сейчас с небольшим, 50% на 48%. У нас осталась Северная Каролина. Там Трамп тоже побеждает 50 на 48. Пока ещё не всё посчитали. И Джорджа. Там Трамп побеждает 49,6 на 49,2. Ну и у нас висит Невада. Невада. Вот там как раз эти самые 6 голосов. Вот. Пока Байден побеждает 49,3 против 48,7. Но Невада сказала, а пошли вы, и не считает больше. Сказали, что посчитают к 5 числу. Сегодня 5 число. Ну вот посмотрим, что будет. Если хотя бы Неваду выиграет Байден, то всё, он президент. Вот такие дела, ребята. Потихонечку двигаемся вроде, да. Ну, у меня сегодня настроение гораздо лучше, чем вчера. Потому что вчера тут всё было красное и розовое. Красная зараза. Красная жара по всей Америке. Трамповская. А сегодня ситуация получше. Мало того, Байден, скорее всего, так и будет. Президентом. Так. Чего ещё? А, ну вот на ТАСС. Подведение итогов выборов президента США онлайн. По последним данным телеканала Факс Ньюс, Байден может рассчитывать на 264 голоса, а Трамп на 214. Ну, это то, что я вам сказал. Так. Байден побил рекорд по числу полученных голосов. По числу полученных. Ну, в этом году все голосовали. Он получил больше даже, чем Барак Обама. Тот получил 69,5 миллионов. А Байден 70 миллионов, 107 тысяч. Вот такие. Ранее стало известно, что Байден вырвался вперёд ещё в одном ключевом штате Вискансин. Именно вырвался. Сначала там Трамп был. После этого штаб президента Дональда Трампа потребовал пересчитать голоса в штате, а Вискансин послал их всех, не будем мы ничего считать. До этого Трамп считал странным внезапное опережение Байдена в нескольких штатах. Сидел, считал с карандашиком. У него не так получилось. А у нас так. Ладно, хорошо. Команда Дональда Трампа подала иски в суды ряда штатов. Так, пересчитать. Джорджи, Мичиган, Пенсильвания и Вискансин. Да ну, и шо ж теперь? И шо ж теперь? Ну, подал и подал. В США за сутки выявили более 100 тысяч случаев коронавируса. Ну, вот да. И этого у нас хватает. Прирост, прирост большой, ребята. Да, в регионах Центральной России прогнозируют резкое похолодание. Снег не ожидается, но резкое, резкое. На 7-8 градусов ночью и 4-6 днём. Центральный фирм. А, это Вильфанд. Нет, Вильфанд, не Вильфанд. Вильфанд сообщает. Так что вот, ребята, скоро будет холодно. Да это и без Вильфанда ясно. Адвокат Трампа заявил о планах подать иск по выборам на федеральном уровне. У-у-у-у. Да. Рэпер Канни Уэст признал поражение на президентских выборах в США. Там ещё Канни Уэст висит, да. И сколько он заработал? 60 тысяч американцев. За него подали голоса. 60 тысяч. Не миллионов, а 60 тысяч. Ну, он собирается ещё вот в 2024 году, да. А давай в Россию, мужик. Будешь это вместо Путина. Ну, ништяк. Угу. Греция поставила три антирекорда по коронавирусу за сутки. Ну, местных антирекорда. По количеству инфицированных, умерших и находящихся на ИВЛ. Как-то это не здорово. В Греции, видите, что? У меня тут есть греки. У нас на канале греки есть. Белоруссии возбудили дела против создателей телеграм-канала НЕКТА. Ах, они возбудились, да. Ну, вы знаете, он всё время транслировал всякие передачи, там, насчёт демонстрации этот канал НЕКТА. Популярный. Путин призвал не забывать об обязанностях перед государством. Вы должны знать, что у вас есть обязанности. А как же? Ой-ё. Среди задержанных по делу о теракте в Вене есть россияне. Ну, ребят, вот где какая гадость, обязательно есть россияне. Гадалки, Ниханя. Почему на Западе никто не пользуется зелёнкой? Вы знаете, почему? Тут вот даётся объяснение, что это некрасиво. Есть в Америке, да, есть растворы, но они бесцветные, понимаете, с эстетической точки зрения. А мне зелёночка нравится. А, вот тут ещё второй причиной, по которой Запад не спешит обмазываться зелёнкой, является недостаток соответствующих исследований. Никто в мире ещё не проверял этот раствор на канцерогенные свойства или побочные эффекты. Как это никто? Я проверял. Я мазался, и детей мазал, и ничего у меня не было. Ни канцерогена у меня не было, ни побочного, ничего. Мне нравится зелёночка, она так пахнет хорошо. Автобус врезался в здание университета в Новгороде. Человек погиб. Он вообще въехал, как нужно так въехать, непонятно. Рейсовый автобус, рейсовый. Ох, ёлы-палы. Плохо это. Глава Пензенской области заразился коронавирусом. Ну вот так, да. И здесь же Михаил Ефремов хочет создать в СИЗО театр. Ну ладно. Так. В США в день выборов президента было выявлено более 90 тысяч случаев коронавируса. Да уже 100, ребята. А чё вы? Чё вы как слабенько-то? Слабенько. В советские экранопланы хотят вернуть на вооружение ФМВФ РФ. Ой, ой. В 79-м году на вооружении Советского военно-мольского флота появились экранопланы Орлёнок. А потом чё? А потом ничего. Его сейчас хотят возродить. Могут вернуться в строй. Ага. Вернуться в строй. Верблюды пожилого фермера терроризируют жителей сёл под Астрахани. А чё же они это? Ломают заборы, хозяинничают в огородах. Люди лишний раз боятся выйти из домов. Да, вот с верблюдом-то. Хозяин животных в силу преклонного возраста не может их обуздать, а власти бессильны. Да, про верблюдов ничего нет в Конституции, ребята. Угу. Вот это да. Из-за животных страдают жители сразу трёх сёл. С ума сойти, да? Стадо-то огромное. 80 верблюдов. Опа. С возрастом следить за животными стало трудно. И горбатые получили за свободу. Горбатые. Горбатые, я сказал, горбатые. Да, ребят, дела. Отдохнувшая в Абхазии россиянка рассказала о пристающих на каждом шагу мужчинок. Видите? Российская туристка ТТТ рассказала о том, что местные мужчины приставали к ней с разными предложениями практически на каждом шагу. С разными. Давайте сходим в библиотеку. Об этом путешественник сообщил на своём блоге. Да, но, говорит, их не стоит, абхазцев не стоит опасаться. Как заметила россиянка, мужчины в Абхазии действительно не упустят возможности познакомиться с девушкой, однако никакой угрозы они не представляют. Ничего себе. Когда я нашла по проезжей части одна... А зачем она шла по проезжей части? Одна, чуть ли не каждая машина останавливалась рядом с ней с предложением подвезти. Кстати, надо отметить, что абхазские мужчины обладают потрясающим чувством юмора. Вот это да. Некоторые предлагали меня не подвезти, а, например, угостить мороженым. На её отрицательный ответ абхазцы желали хорошего дня и уезжали. Пшшш, во, интересно. Вот такие дела. Езжайте в Абхазию, будут мужчины приставать. Приятно. Тётя Роза на Твиттере. Изя, почему в Рунете так подробно обсуждают американские выборы? Когда у самих секса нет, остаётся обсуждать, как занимаются любовью соседи. Чуть не сказал слово на букву ТРА. Да, ребята, вот так. Львовский метрополитан. На России полыхает. Парламент Словакии принял закон, согласно которому коммунистическая партия признана преступной организацией. Вся коммуниатская символика будет запрещена. А улицы, названные в честь Красных Палачей и Вертухаев, переименованы. Ничего перемен, да? А, вот какая-то Катя Гордон пишет. Много ли летальных исходов от коронавируса среди богатых людей и чинуш? Ну, напомните, ну, может, я пропустила. Это не Твиттер, это Инстаграм. Может, я пропустила. Или ковид рубит только бедных. Все богатей спокойненько переболели. Если вообще болели. От принца Чарльза до Мишустина. Смею думать, что смертность в регионах, которые списывают на коронавирус, это смертность от отсутствия элементарных лекарств и медицинской помощи. Люди мрут потому, что развалили здравоохранение и воруют даже кислородные баллоны. С таким же успехом они бы дохли от пандемии гриппа. Мне и в начале этой страширки было наплевать и сейчас. Ну, такой мненник это Катя Гордон. Так. Путин поручил сократить выбросы парниковых газов к 2030 году. А до этого, помнится, Путин поручал войти в топ-5 мировых экономик, повысить в два раза ВВП, ликвидировать коррупцию, разобраться с бедностью, обеспечить 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест и т.д. О, и тут сразу в комментариях повысить рождаемость, понизить смертность, доярки повысить надой. О, да, ребята, да. Всё, у меня на данный час всё. Да так как-то слабенько, да, ничего особого нет. Но у меня есть Елена Петюгина и стихи. Сегодня стихи. Пока-пока, с вами доктор Влад. Если вдруг немного станет грустно, С фотографиями я беру альбом. И такое сказочное чувство Душу наполняет вдруг теплом. Старые потрёпанные снимки, Чёрно-белые, немного желтизной, Сердцу милые, бесценные картинки. Вы всегда хранитесь под рукой. У вас вся жизнь с рождения до смерти На листках альбомных замерла. Размывая грань десятилетий, Возвращает в прошлое меня. Вот с дедушкой и бабушкой смеются За праздничным обеденным столом. На свадьбу мамы с папой соберутся Родные и соседи всем двором. А вот и я качаюсь на качелях, От солнышка прищурило глаза. Вот с мамой кружусь на карусели, Бежим домой, спугнула нас гроза. Вот школа, первый класс и выпускной, А здесь с букетом, в свадебном я платье. На этом фото маленький сыночек мой В аллеях парка мчит на самокате. Чёрно-белые, цветные фотоснимки, Сколько в них души, любви, тепла. Храним мы сердцу милые картинки, Чтоб в памяти остались навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok